Давайте пока не забыли, у нас до конца времени не так много, я хочу вот эти диски показать, а вы, Сергей, расскажите, что у меня в руках. Это два моих сольных диска, датированные восьмым и девятым годами. Это вот просто, я не знаю, я лет десять уже не занимался музыкой. А я выпустил факел, и ты загорелся. Нет, я в какой-то момент просто, вот вспоминая эту коллекцию свою, я понял, что я ее собираю 30 лет, света в конце тоннеля я не увидел больше. Мне скучно стало собирать пробки, и одновременно, через десять, ну да, почти десять лет паузы в музыке, я понял, что меня вот потянуло опять в музыку. А я же в свое время, в девяносто седьмом-восьмом году, я продал пианино, я продал клавиши, все, я сказал, все, пошел в другой бизнес совершенно, все. То есть у меня были какие-то поповзновения, меня звали к Алене Апиной, к куда-то к Алене Сверидовой, я прослушался где-то, понял, что это не мое, все, поставил крест, все, продал ужин, до свидания. Вот, и тут два года назад меня, так сказать, торкнуло. Счастье, новое счастье. Сейчас у нас тоже торкнет счастье через какое-то время, поскольку мы увидим клип, который победил на конкурсе «Поколение», да, «Поколение 96», песня называется «Семь». Господин Калмагуров, 96, 96, все правильно, господин Калмагуров был режиссером, великолепный режиссер. Я единственное, о чем жалею, что вы так и не назвали ту самую легендарную команду, которую мы загадали вам, дорогие друзья. Может, ответим правильно на вопрос? Ответим, конечно. Это господин Барзыкин, группа телевизор, которой убрали и аквариум, и кино, и странные игры, и джунгли, и всех-всех-всех на том пресно-памятном фестивале, последнем на Робинштейна. То есть это телевизор, да? Конечно. «Рыба гнив с головы», «Твой папа фашист», эти песни, они просто подняли весь зал на уши. Ага. Приходите к нам еще, чтобы просветить нас в следующий раз, ладно? Придем, придем. Ну, я прощаю, молодость была у меня сегодня в гостях, обещали счастья вам, показать счастье мы закончим, поскольку счастья вам искренне и желаем, дорогие друзья. Увидимся завтра в 22 часа. Счастье пришло на тоненьких, кривеньких ножках. В стуфе щищая в прихожей прилипший гудром, Оно так хотело еще посидеть хоть немножко, И долго просило потом пятачок на метро. Счастье проходит мимо, Эти женщины были так близко, А ночью опять панту мимо, Ох, как это выглядит низко. Шалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалал Взлет в зубы шланг На одной из ее фотографий Она грандиозна как там Ша-ла-ла, ша-ла-ла Ша-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Девочка в юбочке кружится, плавится Ножки трубочки стоят, не трагится Ша-ла-ла, ша-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Счастье пришло на тоненьких, кривеньких ножках Стуфель счищая в прихожей, прилипший гудром Оно так хотело еще посидеть хоть немножко И долго просило потом пятачок на метро Счастье проходит мимо Эти женщины были так близко А ночью опять пантулима О, как это выглядит низко Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...